Добрый день! Сегодня мы продолжаем нашу линейку экспертных дискуссий. На этой неделе я любезно с радостью хочу представить вам замечательных экспертов, которые согласились поговорить с нами о судебной реформе, поговорить о главной, на мой взгляд, проблеме сегодняшней в нашей стране, это несменяемость власти. И спасибо большое, что вы тоже все пришли, у вас в конце нашей дискуссии будет возможность задать вопросы. Ну и еще раз повторюсь, что по результатам всех этих линеек различных дискуссий, дискуссий на разные темы, связанные с устройством российского государства, с устройством российского общества, будет выработана некая общая программа кандидата против всех. Сейчас я с огромным удовольствием хочу передать слово ведущей этой дискуссионной панели, Елене Лукьяновой, юрист, ученый, политолог, профессор конституционного и муниципального права. Елена, спасибо большое за то, что вы согласились провести эту дискуссию. Вам слово. Спасибо, что предоставили площадку, потому что на самом деле поговорить сегодня об этих проблемах специалистам очень мало есть где, потому что на телевизор мы не ходим, мы понимаем, что мы объект провокации, а проблемы остаются, проблемы надо решать. Несколько лет назад мы с профессором Шаблинским провели экспертный анализ того, что стало с нашей Конституцией за годы, прошедшие с ее принятия. И увидели огромное количество наслоений, таких ракушечных, серьезных, которые сегодня, ну когда задается вопрос, а что с нашей Конституцией, и когда в день Конституции кто-то ставит картинку со стаканчиком, накрытым черным хлебушком, что типа пора ее похоронить. Вот что же случилось? И выяснилось, что Конституция очень сильно трансформирована. Не сам ее первоначальный текст, у него, к счастью, внесено не очень много изменений. Но законами, подзаконными актами, деловыми обыкновениями, указами, распоряжениями, региональным законодательством введено такое количество условий, которые фактически значительную часть Конституции трансформировали. Еще в свое время, по-моему, лет 10 назад, новая газета выпустила такую тоненькую книжечку, которая называлась «Красная книга Конституции». В ней были отмечены жирным курсивом те статьи, которые уже не работают. За 10 лет этих статей жирным курсивом, если бы сегодня такое издание было, стало бы кратно больше. Например, когда мы с Шаблинским анализировали, что произошло, нам выяснилось, что у президента, в отличие от того количества полномочий, а как известно, полномочия президента предусмотрены Конституцией непосредственно по принципу «разрешено только то, что разрешено», вдруг обнаружилось, что их уже от 400 до 700 больше, чем в тексте Конституции. Равные вещи произошли с выборами, с партиями, с федерализмом. И когда у нас накопилась вот эта критическая масса анализа, мы стали думать, а для того, чтобы анализ был достоверен, недостаточно взять и просто посчитать, что где изменилось. Чтобы понять смысл процесса, нужно найти ту причину, по которой это делалось. Мы выдвигали целый ряд разных версий, но у нас не все изменения в эти версии укладывались в единую стройную систему. И только одна версия дала достоверный результат, когда у нас абсолютно все то, что произошло с Конституцией, уложилось в стройное понимание. А что это за версия? И, собственно, вычислив ее, мы будем иметь возможность, как сказала наша замечательная Марина Литвинович, когда приходила сюда в штаб, что она сделала, чтобы перевернуть шахматную доску. Для этого нужно найти вот ту самую точку, с помощью которой вот это все переворачивается. И мы предполагаем, что эта причина, эта цель государства поставлена, начиная с 2000 года, создать систему несменяемости власти. Вот тогда все те меры, которые были приняты по изменению, вне конституционному изменению Конституции, они укладываются в единую схему, в единое понимание. Потому что, ну, собственно, не мы одиноки в этом. Целый ряд стран на постсоветском пространстве пошли даже более жестким путем. Это и Белоруссия, и Туркмения, и Таджикистан, и Узбекистан, и Казахстан отчасти. Они все создали себе ту или иную систему, причем гораздо более жестким способом, прямо внеся поправки в Конституцию, несменяемости власти. Или продление, длительное продление полномочий. Не все, не все бывшие советские республики, но значительная часть из них пошли по этому пути. Россия пошла более тонким путем. Но вот посмотрите, что нам удалось увидеть. Как мы это уложили. То есть, когда мы анализировали, а что произошло с парламентом и с выборами, а произошло очень много что, мы видим, в каком сейчас состоянии находится наш парламент. Это парламент, в котором практически существует одна фракция, которая рулит процессом. В народе парламент называют сумасшедшим принтером. Количество законов, принимаемых в год, в день, в час, оно увеличивается кратно. Остальные фракции абсолютно декоративные марионетки, которые, в принципе, там не нужны. Мы знаем, что практически ни одна законодательная инициатива, если не поручено сверху, не работает. Падает доверие к этому парламенту, падает качество законов, естественно, падает отменяемых, неподписываемых президентом законов. Нет, право вето умерло как класс. Вот он послушный парламент. Очень удобен для легитимации несменяемой власти. Он может внести любые поправки, он может внести любые коррективы в любые законы, и в первую очередь в законы избирательные. Потому что, чтобы легитимировать такую власть, надо не допустить конкурентов на выборы. Для этого нужно изменить вот как бы такая закольцованная задача. Чтобы это сделать, нужно сделать послушный парламент. Послушный парламент генерирует, в свою очередь, нужное избирательное законодательство, нужное законодательство о политических партиях, чтобы они тоже не смогли быть конкурентами. И этот круг, он порочный, он приводит к выхолощиванию смысла парламентаризма, он приводит к качественной дистрофии состава парламента. С этим уже можно делать до бесконечности все, но, к сожалению, и законы эти исполняться не будут, и уважение падает, и легитимность такого парламента рано или поздно очень серьезно будет поставлена населением под сомнение. То есть вот только при послушном парламенте, который, в свою очередь, сгенерит нужную избирательную систему, который обеспечит недопуск конкурентов для того, чтобы власть сменялась, можно такое сделать. Вот это все на самом деле произошло. Но этого недостаточно для сменяемости власти. Потому что так или иначе найдется тот, кто скажет, нет, это несправедливые, это несправедливые выборы, это плохой закон, который не соответствует Конституции. И человек может взять и пойти в суд, но суд-то может принять решение в пользу того, что закон действительно плохой, или что нарушено избирательное право, нарушено право, то есть фальсифицированный выбор, этого допустить ни в коем случае нельзя, потому что тогда может наступить отмена результатов выборов, или отмена закона, и тогда власть может взять и сменить и нечаянно. Поэтому это следующая задача была у государства сделать абсолютно зависимый суд. Это наша гипотеза, мы их вот так выдвигали, анализируя состояние конституционного строя России. Но опять же этого недостаточно. Не просто сделать зависимый суд. Страна-то большая, страна-то очень разная. И при сильных независимых регионах, в которых радиации функционируют сильные региональные лидеры, тоже очень сложно обеспечить несменяемость власти. И тогда пошли на сужение, фактическую нейтрализацию федеративного строя России. Что сделав? Введя гениальное юридическое решение, указом о назначении полномочных представителей президента в федеральных округах, его даже обжаловать нельзя. Ну назначил президент, ну мог. Страна большая, он же немногорукий, шивый, ему нужны были какие-то свои, ну керы, да, чтобы рулить территориями. И приложение к этому указу, приложение к указу, перечень федеральных округов, фактически этим указом, вернее даже приложением к ним, которое невозможно обжаловать в Конституционный суд по определению по процедуре, было изменено федеративное устройство Российской Федерации. А потом потихонечку все Конституции приведены региональные, КОМП Конституции, в общем-то, основной свободой была предоставлена к единому знаменателю, все наименования руководителей субъектов к единому знаменателю, все федеративные договоры, которые как-то дифференцировали территории под нож. То есть федерализм, который провозглашен в Конституции, перестал существовать. Ну и, конечно, самый главный удар это бюджетный федерализм. Бюджетный федерализм, изменение его правил, плюс у парламента отняли, фактически отняли право нормальным обсуждать и принимать бюджет. Теперь же у нас только малая-малая часть бюджета обсуждается и голосуется парламентом в целом. У нас больше половины секретных статей росписи бюджета, которые принимаются в специально избранной комиссии из нескольких человек. То есть главная полномочия парламента бюджетная тоже у него отнята. Но опять же, федерализм федерализму, а это еще не все, чтобы закрепиться и утвердить несменяемость власти. Еще же есть местное самоуправление, еще же есть независимое гражданское общество, тоже очень опасные насекомые, которые страшно мешают, потому что и там вдруг появляются лидеры, и там вдруг появляются ростки демократии, на которых и тогда обрезали фактически местное самоуправление. Изменен закон об общих принципах местного самоуправления от неполномочия и по распределению неразграниченных земель. И огромное количество полномочий фактически пущено было под нож, чтобы... А с гражданским обществом оно же начинает расти, оно же начинает развиваться, оно же само, если государство его не защищает, не выполняет своих функций, ну, не бывает в мире пустоты. И тогда происходит замещение автоматическое того, что не делает государство гражданским обществом, начиная от контроля. И вот тогда появляются НКО иностранные агенты, и вот тогда появляются политические дела, и вот тогда появляется сужение политических и иных прав граждан. И так все это время было. За 17 лет-то много бы можно было сделать. Ну и, конечно, наверное, с этого можно было бы начинать. Но я вот сейчас завершаю тот круг конституционных изменений. Конечно, одно из самых главных, это постепенно расширяющееся, все проникающее вмешательство государства в экономику. Создание такого законодательства и такой практики судебной и правоприменительной, которая не дает работать бизнесу, не дает возникать в России самостоятельным финансовым игрокам, которые тоже являются, оказывается, страшной угрозой для сменяемости власти. Без этого невозможно обеспечить эту замечательную несменяемость. Вот примерно такая история, а само по себе, сама такая формула власти один в один совпадает со знаменитой формулой формулой такого ученого Роберта Клитгарда, формулой коррупции. Формула коррупции – это концентрация власти в одних руках, монополия на власть, это отсутствие четких процедур, реализация этих полномочий и минус подотчетность, минус контроль. То есть вот та модель власти, которая получилась, она просто однозначно является той формулой, при которой государство без коррупции существовать не может. Вот что у нас получилось. И, ну, это наша гипотеза, мы конституционалисты, мы просто провели анализ. А вот теперь, поскольку здесь у нас разные эксперты, давайте попробуем проверить, так ли это. Поэтому я, наверное, кому следующее слово предоставлю, поскольку у нас про парламент и партии, я вроде бы сказала, а вот адвокат Анастасия Самарукова, пусть она расскажет, что же у нас с судами произошло. Ну, с чем невозможно не согласиться, так это с тем, что за 17 лет было времени много. И, в общем, это время, конечно, было потеряно не зря. В свое время Александр II, задумывая реформу судебную 1864 года, которая на самом деле перевернула Россию, перевернула правосознание и, в общем-то, наверное, послужила гигантским таким триггером для возникновения гражданского общества, потому что это были суды присяжных, он исходил из позиции, что несовершенство закона может быть скорректировано хорошим, правильным правоприменением. Правоприменение, в первую очередь, он, конечно, имел в виду суды. И я думаю, что нынешняя власть, она, в общем, умеет учиться. И понимание того, что с судами надо что-то делать, ну, что-то это, в общем, контролировать, оно у власти было с самого начала. Поэтому в 2001 году, говоря о реформе судов, ну, наверное, реформа это, в общем, нельзя было назвать, но это был очень правильный, изящный ход. Правильный для удержания судебной власти, потому что мы же помним, что судебная власть — это ветвь власти. Удержание этой власти под контролем. У нас в 2001 году были введены, введено назначение председателей судов, причем как высшего уровня, так и уровня районных судов было введено назначение президентом. Никогда доселе этого не было. Более того, я вот, готовясь к этому круглому столу, я посмотрела, ну, практически все, что было доступно и в правовых системах, в открытом интернете, везде. Вот в Советском Союзе и там в таком переформенном времени, в переходном периоде, можно так сказать, были председатели судов, но как они назначались? В общем, это не очень понятно, потому что это, видимо, настолько не придавалось какого-то значения. Это была некая техническая функция. Ну да, там должно быть какое-то контактное лицо в суде, условно говоря. Ну и ведра тряпки. Ну, нет. Хозяйство. Да, не совсем вот ведра тряпки, но тем не менее, вот просто вот какое-то контактное лицо, с которым, если что-то. Вот, поэтому особого значения этому, видимо, никто не придавал, и как назначались суды, не знаю, председатели судов в советское время, не знает, не помнит никто. Мне на этот вопрос я не получила ответ. Сейчас мы знаем, у нас есть закон о статусе судей, у нас есть федеральный конституционный закон о судах общей юрисдикции. Значит, теперь мы знаем, это процедура. Более того, на этом ведь мы не остановились, потому что мало ведь оказалось в какой-то момент, недостаточно оказалось назначать председателей судов на уровне президента. Ну, то есть вы представьте, да, вот районный суд, и председателя назначает президент. Ну, это же совершенно другое, там, самовосприятие этого председателя, совершенно другая ответственность. Вот, но чуть позднее, в 2014 уже году, были сняты ограничения для назначения председателей судов, ну, условно говоря, судов-субъектов. Если раньше их можно было назначать не более чем на два срока, то сейчас этих полномочий нет. Поэтому теперь задача такая, нужно выбрать правильного председателя суда-субъекта и его назначить. И если он будет вести себя нужным образом, вот, исполнять свои обязанности так, как это, в общем, предполагалось при его назначении, то он может этим фактически пожизненно, ну, или, скажем, до истечения срока его по возрасту, потому что у нас ограничения по возрасту у нас сняты только до председателя Верховного суда и Конституционного суда. Вот, для остальных там есть предел возрастной, но до 70 лет вы будете верно служить и исполнять то, что необходимо. И, конечно, завершающим таким шатарихом вот этой вот судебной реформы для выстраивания и завершения вертикальности этой ветви власти и встраивания ее в общую вертикаль был, конечно, известный 2014 год, когда у нас был упразднен высший арбитральный суд, который был, на мой взгляд, самостоятельный. Я могу сказать, что вот процессуалисты, которые работали в арбитражном суде, адвокаты, арбитражники, я не знаю ни одного человека из них, который бы не воспринял как вот личную боль ухода господина Иванова из судебной власти, потому что столько, сколько он сделал для судов, для развития... Уровня правосудия. Да, для повышения уровня правосудия, конечно, это невозможно переоценить, но теперь у нас есть председатель Верховного суда, он один, он контролирует всю судебную власть, и он фактически, ну, будем честны перед собой, он не сменяем, он вечен. А более того, ходят слухи, что еще и Конституционный суд упразднят, и он тоже встроится в вертикаль Верховного суда. Да, такие слухи тоже ходят. Соответственно, у нас есть вечный председатель Верховного суда, и под ним такой же практически вечный председатель суда-субъекта. В рамках вот этой системы, почему так важно устранить Конституционный суд? Давайте просто объясним, вот эти слухи, они рождены чем? Ну, я думаю, что Елена Анатольевна у нас этот вопрос лучше изложит, но моя точка зрения, потому что судьи Конституционного суда, во-первых, это все-таки судьи высочайшего уровня, высочайшего. И у них есть такая одна неприятная особенность, они могут писать особые мнения. И вот эти особые мнения, мне кажется, они могут быть лишними в нынешней такой вот ровной ситуации. Потому что юридическим сообществом эти особые мнения воспринимаются как доктрина. Да? Да. Все так. И в заключении я хочу сказать, что вот встраивание в вертикаль власти, оно, конечно, служит общим целям и задачам, судебной системы встраивания, общим целям и задачам вот стабилизации власти, если говорить там языком власти, и несменяемости власти, если говорить в рамках нашей темы. Но я ведь хочу сказать, что люди же тоже это понимают. И, к сожалению, отношение граждан к судебной власти, ну, о всяком случае, вот сегодня с утра первая новость, которую я услышала, что там близкий друг нашего президента настолько откровенно пренебрег судебной нашей властью, что, в общем... В третий раз не собирается зайти в суд. Да, да. В третий раз закинул он невод, да. В общем, невод опять пришел с травою морской. Поэтому я боюсь, что вот такое отношение ближайшего окружения первого лица в стране к судебной власти, оно ей не на пользу. Спасибо большое. Михаил Ноздрачев, депутат Вологодской городской думы. Михаил, вот при усилении регионов, как вы считаете, возможно ли таким образом, через усиление регионов, ограничить и как-то предотвратить вот эту несменяемость власти, о которой мы сегодня говорим? Если говорить об изменениях, изменения возможны как и сверху, так и снизу. Безусловно, регионы и местное самоуправление это огромная потенциальная возможность для изменения той системы, которая сложилась. Потому что человеку свойственно быть самостоятельным. А когда твою самостоятельность ограничивают или отбирают, то это, безусловно, выдавает какое-то недовольство и какое-то напряжение. Вот если посмотреть на региональный уровень, то если раньше у губернатора были деньги и возможность хотя бы контролируя местные элиты избираться самостоятельно, то сейчас у него по сути деньги уже давно отняли. То есть он, бюджет региона состоит на 30% тех денег, что остается от сбора налогов, от тех налогов, что ему дают собирать. И 70% это различные дотации, субвенции, субсидии, то есть те, которые ему приходится выбивать у федерального центра с разной степенью успешности. Плюс его выборы. То есть эти выборы он, а, проводит либо на деньги региональных бюджетов, либо на деньги каких-то финансовых групп, а, б, для того, чтобы быть избранным, ему надо, скажем так, совершить маленькую техническую, решить маленькую техническую проблему, это пройти муниципальный фильтр. А если мы говорим о том, что, например, в Вологодской области 93% депутатов, 3000 депутатов, которые участвуют в муниципальном фильтре, из них 93% это депутаты от Единой России. То есть, а для того, чтобы пройти муниципальный фильтр, она должна набрать 7%. То есть, теоретически, вероятность набрать эти 7% она существует, потому что они есть. Но практически никому еще не удавалось. Это вот, что касается, скажем, федерализма регионального уровня, что касается местного самоуправления, когда принимали 131-й федеральный закон, ну, то есть, было много обсуждений этого закона и было много мнений, что закон не очень доработан, закон не очень хороший, то есть, закон дает регионам мало прав, но если посмотреть, что с этим законом стало сейчас, то, я не знаю, тот закон можно считать какой-то вершиной муниципальной реформы. Почему? Потому что сейчас, в общем-то, у местного самоуправления нет ничего, то есть, у него нет денег, то есть, вот у нас бюджет города Вологды, там, 5,5 миллиардов, из них 2 миллиарда мы собираем сами, нам остается только налог НДФЛ и налог с имущества, все остальное идет наверх, а 3,5 миллиарда нам опять спускают сверху в виде различных дотаций, субсидий и так далее, и мы вот ходим с протянутой рукой либо там к области, либо к государству, что дайте, 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 потому что у нас есть определенные полномочия, которые мы, согласно 101 федерального закона, должны исполнять, их-то как раз никто не урезал, то есть, количество полномочий осталось на прежнем уровне, а денег у нас нет, и вот возникает, скажем, такая коллизия. Второй момент, что если мы хотя бы раньше могли избирать руководителей местного самоуправления, то есть, глав городов, глав поселений, то сейчас эту систему превратили в некое подобие хромой утки, то есть, у нас теперь двое власти, у нас теперь за умы и души отвечает глава муниципалитета, а за, грубо говоря, еду и кров отвечает мэр, и глава избирается не прямым голосованием народа, а голосованием в большинстве регионов депутатов органов местного самоуправления, а поскольку мы говорили там 90% правящей партии, то есть, опять же, это голосование, оно превращается в фикцию, а мэр избирается комиссией, в которой председатель, вот у нас губернатор, и половина членов комиссии, его доверенные люди, поэтому, и вот, самое-то, что последнее, хотелось бы, есть такой, скажем, анекдот, где два друга встречаются, один другому говорит, пойдем на футбол, тот говорит, не могу, мне жена запрещает, там, ну, пойдем пиво попьем, жена запрещает, там, ну, пойдем на машинах покатаемся, жена запрещает, ты что, жалуешься? Нет, жаловаться тоже нельзя, вот, и нам и жаловаться-то теперь нельзя, то есть, нам теперь по нынешнему законодательству даже нельзя публично выражать свое недовольствие, то есть, если существуют какие-то группы людей, которые недовольны решением какой-то проблемы местного уровня, там, парка, дороги, еще что-то, им даже нельзя выйти и сказать, что они недовольны, то есть, вот мы до чего дошли, из-за, грубо говоря, вот той вертикальной власти, построенной, благодаря ее несменяемости. Дмитрий Бутрин, заместитель главного редактора по экономической политике газеты «Коммерсант». Вот хотелось бы уже... Давайте я немножко поиграю на другой стороне. Вот если послушать, вот какой-нибудь девять экономистов послушают, да, там эти девять экономистов скажут, слушайте, о чем они все говорят, да? Несменяемость власти для экономики, ну, сами посмотрите, растущие горизонты планирования, все понимают, кто на ближайшие 30 лет будет у власти. Правила игры совершенно понятны. А кроме того, ну что несменяемость власти, да? Ну, посмотрите, хорошо, полуторапартийная система в Японии. Правящая партия может править там десятилетиями. Мексика хорошо развивается, сколько лет у власти была правящая партия? Ну, хорошо там сменялся президент, но все равно. Но правящая партия... Но правящая партия... Все-таки разные вещи. Окей. Ли Куан Ю, Сингапур. Убийственный аргумент, да? Там растут, растут. Тайвань, сколько лет была диктатура одной партии? Куда они, как бы, отлично растут, да? да, в конце концов возьмите, он Ангелу Меркель, да? Сколько лет она там сидит? И чего? Германия, германская экономика кризис? Нет. Для бизнеса, говорят люди, все очень хорошо. Чем менее сменяема власть, тем более понятны правила игры, с тем, кто наверху можно разом договориться и спокойненько себе вкладывать, вкладывать, вкладывать. Оставив, как каждый раз, при смене власти, договариваться с новыми, да зачем это все нужно, да? Там бизнес, это неинтересно. И примерно в 2005 году все так и думали, есть и вторая группа аргументов, это аргументы либеральных экономистов изнутри правительства, которые говорят, ребят, смотрите, любая наша реформа это 15 лет работы. У нас конституционный срок 4 года. Ну что мы будем затевать? Каким мы будем затевать реформы при сменеемости власти? Нам нужно поменять фондовый рынок. Фондовый рынок будет расти в ближайшие 20 лет. Мы начинаем реформу, да? Мы не знаем, чем она продолжится, потому что придут другие люди, да? Слушайте, давайте уже президент будет один, и мы там будем потихонечку, помаленечку, 15 лет вести, Все же эволюционируют, все же прекрасно. И никто не мешает, а придут коммунисты, и что будет с нашим фондовым рынком, что будет с рынком облигаций? Нет уж, нет уж, у нас отличный рынок. Да? И вот так, например, с 2005 года вполне существовал альянс этих мнений в правительстве, это думали умные, и говорили умные люди. И предприниматели, в общем, тоже говорили, что, наверное, как-то, риски от несменяемой власти поменьше, а дальше мы наблюдаем очень смешную вещь. Дальше мы наблюдаем, примерно с 2005 года, постепенное, плавное сокращение горизонта в планировании бизнеса. Сейчас это превратилось просто в анекдот, да? как-то, вот, на нынешний момент горизонт планирования большей части крупных компаний полгода. это касается частных компаний, это касается государственных компаний и так далее. Несмотря на постоянные заявления о длинных инвестиционных проектах, которые рассчитаны с окупаемостью на 27, на 35 лет и так далее, чем длиннее горизонт планирования, чем он больше срока в полгода, там, тем сложнее он вообще где-то проходит, никто ничего не задевает. Удивительное явление, правда? Согласитесь, что так вообще быть не должно. А механизм этого, ну, можно предполагать о том, как это работает, да? И тут бы я вернулся, Лен, к вашим соображениям о том, что если у власти остаются и те же самые люди, да, там, то они вынуждены не руководствоваться общими правилами игры, а постоянно трактовать формальные правила игры в разную сторону. Хотел сказать, что правила игры это всего не меняется. А это, в общем, естественно, мы прекрасно понимаем, что Владимир Путин, который в 2003 году был одним человеком, сейчас является другим человеком. Я в 2003 году был совершенно другим человеком. Любой из здесь присутствующих в 2003 году был другим человеком. Люди меняются. Люди меняются. Если вы постоянно ориентируетесь на одного и того же лидера, вы меняетесь на, вы постоянно должны следить за его изменениями. Что правительство и что президент хотели в 2005 году? Что они хотели в 2009 году? Что хотели в 2011 году? Это разные типы экономики. Я наблюдаю за этим с 1995 года, и я могу сказать, что у нас что не год, то новости, что не год, то идеологемы. Нас постоянно носят туда-сюда по экономическому курсу. Мы, несомненно, не строим одну и ту же экономику с 2001 года. Мы постоянно строим разные экономики. И вот со съемением горизонта планирования получилось довольно смешно. Дело в том, что сейчас мы вообще по сути никакую экономику не строим. Мы просто ждем следующих руководящих указаний, а руководящих указаний не было уже довольно давно. Как это влияет на экономический рост? Все-таки со всеми оговорками, на экономический рост мы должны ориентироваться, потому что это так или иначе рост благосостояния. Я боюсь, что это изрядно скидает экономический потенциал. А когда бизнес, вместо того, чтобы заниматься спокойно строительством окружающей реальности, а надо понимать, что окружающая реальность строит не правительство. Окружающая реальность нормальной экономики строит бизнес. Это он придумывает вам новую реальность, там, как это, сам ее усвоим ручками отстраивает и сам же предлагает ее потреблять. Это прекрасный процесс, но если бизнес вместо этого будет следить за тем, что там хочет, лидер, и куда мы идем, то значительная часть вещей, которые нужно построить, просто не будет построена, потому что мы просто ждем, куда посмотрит правительство, куда посмотрит министр, куда посмотрит губернатор. На всякий случай не будем пока предпринимать ничего. Это хорошее объяснение того, почему все проекты в России так или иначе сильно затягиваются. Посмотрите, в России продается много жилых домов. Вы помните, чтобы хоть один жилой дом, который в России построен, был сдан в тот срок, в который объявлен. Это практически не происходит в России. Если вы вкладываетесь в квартиру, вы точно знаете, что примерно год через полтора после объявленного срока они ее, наверное, достроят и сдадут. Вы что думаете, они строить не умеют? Нет, умеют строить. Просто все постоянно меняется. Меняется человек, меняется настроение, меняется правило регулирования. Это та цена, которую мы платим за несменяемость. И это, конечно, проблема. Вопрос о том, порождает ли несменяемость коррупцию, да, конечно, порождает. Да, конечно, порождает. В действительности, если у вас постоянный лидер и постоянный набор окружения лидера, что гораздо более важно, то с ними рано или поздно договариваются. Вообще, во всех классических теориях считается, что ротация элит необходима ровно для предотвращения коррупции, ровно потому, что если вы с кем-то договорились, лучше этого человека через пять лет здесь не будет, потому что договоренности действовать не будут. Бизнес довольно часто против этого протестует. Он говорит, мы с этим человеком уже договорились, мы знаем этого министра, мы знаем, что он хочет. Дим, два исключения есть в истории. Чили и Сингапур, когда или Куан Ю, и в Чили при Пиночете, при диктатуре государство ушло из экономики. Оно сказало, нет, это не мое. И вот там вот сменяемость власти, да, это исключение. Случаются такие исключения. Мало того, Сингапур на самом деле сейчас в общем платит за несменяемость власти довольно много. Вы давно слышали что-нибудь о Сингапуре? О Сингапуре последние 10 лет мало что слышно. Несмотря на то, что это была очень подающая надежда экономика. Там высочайший уровень в жизни, это правда. Но в последние 10 лет они последовательно отстают по четырем своим основным проектам. И пока все, что у них получается на нынешний момент, это продолжение Международного финансового центра. Причем все больше и больше этот центр занимается аккумулированием частных накоплений не совсем приличного происхождения. Вот это последняя их специализация. С фармацевтикой у них не получилось, с биотехом у них не получилось. Несмотря на то, что все делали в общем примерно как у нас в правительстве. Все так расписывали. Прекрасное издание, я все это видел, не очень получается. Все заплатят свою цену на несменяемость. Даже Германия, я более чем уверен за ригидность собственной политической элиты, так же как и Штаты, будут платить довольно много. Это то, что не является катастрофой, но имеет свою цену. Эта цена не маленькая. Но с коррупцией, понимаете, я сейчас закончу, с коррупцией все довольно смешно. Дело в том, что, казалось бы, наши предприниматели должны все прекрасно облепить нашу власть и прям вот говорить, дай, дай денег, поучаствуй в перераспределении, дай мне преимущества и так далее. Мне по роду работ приходится работать в том числе с крупными предпринимателями и я вам скажу, что довольных несменяемостью власти в предпринимательском кругу очень и очень немного. Все критикуют интеллектуальный уровень власти, потому что несменяемость власти это в том числе и отсутствие конкуренции за командной высоты. Отсутствие конкуренции за командной высоты приводит к тому, что власть антиинтеллектуальна. Это проблема. Это проблема. Герман Лошкинч Греф считается в правительстве Российской Федерации главным интеллектуалом. Он довольно умный человек, он довольно умный человек, но в стране довольно много людей более умных, более компетентных и они вполне достойны быть в правительстве. бизнесу не нравится уровень подготовки чиновников. Довольно часто они относятся к уровню подготовки чиновников презрительно. Им не нравится наличие любимчиков и наличие чистой коррупции в правительстве, потому что коррупция, несмотря на то, что им может воспользоваться теоретически за деньги любой участник, большая часть крупных предпринимателей брезгливо относится к коррупции и не желает этих денег. Есть еще один момент, делается в том, что я всегда говорил, ты встретишь какого-нибудь человека из списка Forbes, смотришь на него и понимаешь, дядь, это вот у тебя есть несколько миллиардов и у тебя есть политические убеждения, ты для того зарабатывал свои миллиарды, чтобы эти политические убеждения скрывать. Огромное количество людей, ну не огромное, все-таки это избранные люди, значительное количество бизнес-элиты вынуждено скрывать свои политические убеждения. Что мы знаем о политических убеждениях Михаила Маратовича Фридмана? Они есть, они довольно очевидно есть. Что мы знаем о политических убеждениях первых 25 из списка Forbes? Ничего не знает. А по какой, собственно, причине этим людям, которые, в общем, умны и предприимчивы и имеют право на власть, на свою часть власти, да, там, мы должны закрывать возможность влиять на политическую ситуацию. А это даже не сменяемость власти. Спасибо. У меня один уточняющий вопрос, потому что это действительно аргумент, который мы очень часто слышим на федеральных каналах, вот в подобных спорах, по поводу Ангела Меркель. Вот насколько, на ваш взгляд, корректно сравнение ригидности системы в Германии и в России? Насколько корректен аргумент по поводу несменяемости власти в России? Ну, а вот, посмотрите на Германию, у них там тоже Ангела Меркель столько лет сидит. Ну, вообще, в нынешнем мире уже наблюдается некоторое общее, и для Германии, и для всей Европы, и для Штатов, и для нас общая тенденция к профессионализации политического управления и к появлению таких жестких элит, да, там, как-то, наследуемых элит в том числе, да, есть такое дело, это имеет свою цену, с одной стороны. С другой стороны, принцип несменяемости власти заключается в том, чтобы власть нельзя было сменить. Она не обязательно должна меняться, но политик, даже при таком устройстве власти, который 20 лет сидит на своем месте, если он каждый день не знает, что каждый день следующий может быть на законных основаниях последним, лишается самоограничения. Это бессмысленно. Пожалуйста, давайте 10 сроков подряд, да, там, если на восьмом сроке вы знаете, что вы должны работать, Али Куан Юй это хорошо знал, на самом деле, хорошо знал слабость своей власти, то вы ничего не будете делать. На 9 срок вы уже просто плюнете и будете заниматься войной в Сирии вы будете заниматься, чем вы еще будете заниматься. По этой стороне от Ксении мы вот задаем вопрос, а зачем мы вот обсуждая вот это все подменяем стабильность институтов, несменяемость власти, это не стабильность правил, по которым работают эти институты. И несменяемость власти это небольшая разница, которые от вас есть. это понятие. Я ведь думаю, что когда вы говорили сейчас о том, что либеральные экономисты говорят, что несменяемость власти горизонт 15 лет, ведь по сути они все-таки имеют в виду именно стабильность работы политических и общественных институтов. А кто уж там когда-как? Когда-как. Я видел вполне либеральных экономистов, которые говорят. У нас создана система невозможности сменяемости. И на самом деле, вот если как бы посмотреть, что же мы получили в итоге, ну по крайней мере последних 17 лет. Итак, несменяемость власти, именно несменяемость, а не нестабильность политических институтов, привела к избыточному присутствию государства в экономике и к экономическим проблемам. Так, если уж слово коллапс, то мне не нравится. Ну, любопытно, что действительно, да, при всей, казалось бы, что говорили в 2005 году. Слушайте, Владимир Владимирович сейчас, отдаст всю свою страну в частные руки. Вокруг него много олигархов. Что мы имеем сейчас? Мы имеем, в общем, довольно устойчивую конструкцию, при которой и в банковской системе, и в нефинансовом секторе главные игроки это государство. Вот сколько бы не хотели растащить русское государство, оно почему-то все равно сползлось в госсектор. Давайте мы не будем разговаривать о том, что госсектор это очень хорошо. Госсектор это очень нехорошо, и вот здесь азбучные соображения о том, что госсектор работает хуже частного сектора, я, пожалуй, не стану дискутировать. Это правда так, поверьте. Но помимо всего, что госсектор это перекладывание денег из одного кармана в тот же самый, потому что из другого кармана деньги в другом кармане появятся только тогда, когда это будет негосударственный бизнес. И у государства, а остальное это все мистификация, если это государственный сектор. Итак, мы получили чрезмерное присутствие государства в экономике, чрезмерная концентрация власти при размытости властных процедур и отсутствии контроля создала идеальные условия для коррупции. Задача создать несменяемую власть привела к полному врождению партийной системы. Все, что сейчас происходит, это симулякры, это не партии в прямом смысле слова, хотя те люди, которые были вытолкнуты с политического поля в свое время, когда государство изменило правила регистрации политических партий. Они существуют, они присутствуют на политической поляне, но в гражданском обществе не могут участвовать в выборах. Повышение пределов вмешательства государства в жизнь общества произошло, и людям стало еще более неудобно жить. Тотальная зарегулированность общественных отношений. Произошло отрешение населения от власти снижение доверия к парламенту, к принимаемым законам. Произошло ограничение избирательных прав. Других конституционных прав и свобод. Ограничение гражданского общества. Все это может быть по отдельности, если бы каждый пункт существовал где-то, ну, оно было бы терпимо. Но когда количество накопилось, оно переходит в качественное, очень серьезное изменение, которое уже не может быть незаметно, не может быть единичным. И отсюда, в общем-то, Ксения, можно сформулировать те задачи, которые нужны для программы, в том числе кандидата против всех, если хотите, я их достаточно быстро изложу. Все ведь на самом деле просто. Если перед государством не стоит цель быть несменяемым, то достаточно рассредоточить власть. И на первом этапе вернуть ее хотя бы, хотя бы, я считаю, что у нас тоже не все равновесно в нашей Конституции, но хотя бы к ее изначальному состоянию конституционному на 93-й год. То есть, это сразу минус 700 полномочий президента и его представителей, его величества многорукости. Выровнять баланс ветвей власти, внеся поправки в те главы Конституции, которые можно изменить достаточно простой процедурой. Восстановить партийную систему, восстановить нормальные выборы, таким образом автоматически реанимируется парламент. Освободить суд, восстановить, то есть убрать, изменить назначение судей, отменить президентское назначение председателей судов, освободить суд, дать ему дышать, проверить качество подготовки профессиональной судей, и он сам заработает. Реанимировать федерализм, а это значит просто убрать лишние внесенные элементы федерального вмешательства, унификации регионов, дать им самим жить и работать, вернуть им часть средств, которые они сами в своих территориях собирают, дать возможность им распоряжаться. Ничего не случится, ничего страшного не случится. Это вот, когда запрещают продажу там, боярышника в аптеках, они все считают, что мы все не взрослые люди, что государство должно нас опекать. Это также, вот это, это маленький пример, но это то же самое. Регионы не дети. Ну и снять, конечно, ограничения со свободы слова, восстановить СМИ, восстановить местное самоуправление и уйти государству, максимально уйти из экономики. Повторяю, когда перед властью не будет стоять цель несменяемости, все эти задачи могут быть решены достаточно легко, потому что цель будет другая, развитие страны и повышение ее благосостояния. Вот примерно так. Спасибо большое. Спасибо большое всем участникам сегодняшней дискуссии. Если у вас есть какие-то вопросы по вот этой теме, то... Добрый день. Добрый день. Меня зовут Андрей Марков. У меня такой вопрос. Уже сказали, что в начале тысячиных годов Владимир Путин считался как преградой к возвращению коммунизма, да, и поэтому все элиты сделали ставку на него, а потом они не учли такой фактор, что Владимир Путин как сотрудник КГБ является именно тем элементом советской системы, от которой его поставили защищать страну. На мой взгляд, в 90-е годы просто не провели иллюстрации, да, и поэтому пошли по другому пути, чтобы как-то удержать у власти одного человека и не вернуть коммунизм назад. как вы считаете, Елена Анатольевна, можно ли каким-то правовым способом, да, оградить возврат коммунизма, да, то есть провести суд над коммунизмом, какие-то процедуры деноцификации, чтобы коммунисты не пришли назад к власти, да, и при этом власть могла меняться, а система оставалась стабильной. Ну, тут куча сразу вопросов в одном и о иллюстрациях о коммунизме, но я думаю, что вы ошибаетесь, это не Владимир Путин в свое время рассматривался как некто, кто противопоставит от 96-го года выборы, когда Борис Николаевич рассматривался как гарант невозврата коммунизма. Я думаю, что с тех пор прошло достаточно много времени, и вот тут как раз то врождение партийной системы, которые мы имеем на сегодняшний день, оно у нас прочнее всего гарантирует от возврата коммунистов, потому что то, во что превратилась современная коммунистическая партия Российской Федерации, стоящая со свечами в церквах, и вот вчерашнее там предложение Бортко, мы все слышали, что это такое, это полный непрофессионализм, это люди, которые участвуют в выборах потом от налогоплательщиков, за свое участие в выборах зачем-то получают огромные суммы денег, миллиарды рублей, после этого ничего не делают, спокойно содержат свои региональные штабы, в которых тоже, я боюсь, что очень мало верующих реально в коммунистическую идею, это те люди, которые пришли на зарплату, то есть это абсолютно никчемные бездельники, утратившие свою коммунистическую идею, и смысл даже, утратившие на уровне, равно как и, например, вот у нас поляна, либерально-демократическая, кем занята? Господином Жириновским, главным либеральным демократом, который, по-моему, никогда не знал, не знал, забыл, что такое либеральная и демократическая идея, живет в том же состоянии, что и Геннадий Андреевич Зюганов, и же с ними, поэтому я думаю, что от возврата коммунизма мы гарантированы, а вот вопрос иллюстрации, это очень серьезный вопрос, который требует отдельного обсуждения и отдельной мысли, потому что это страшно опасный инструмент, и я не думаю, что вот в рамках такого круглого стола мы имеем возможность это серьезно обсудить, но об этом надо думать. мы обязательно будем его обсуждать, потому что здесь действительно, особенно учитывая историю нашей страны и учитывая, как легко при определенных обстоятельствах мы впадаем в состояние казнить всех, нельзя помиловать, вот это очень сложный вопрос, он комплексный, мы обязательно будем его обсуждать, спасибо за этот вопрос, потому что, понимаете, даже говоря о уже современных формах, люстрации или судах над жуликами, ворами и так далее, понимаете, вот система коррупционная в России создана таким образом, что где заканчивается эта грань между условно судить Ротенберга и судить субподрядчика, работавшего тоже в этой системе, потому что никак иначе в этой системе, кроме как через коррупционные схемы, работать невозможно. Вот где как бы мы остановимся, то есть на каком, так сказать, ряду этих бизнесменов, участвовавших коррупции, будет остановка судов, расследований, посадок, люстрации тех или иных политических сил, это вопрос крайне тонкий, и вот проведение там этой грани, этой черты, разъяснения, что это такое, насколько это опасный инструмент, это будет отдельная тема, мы обязательно вас пригласим. Есть ли еще, может быть, да. Добрый день, уважаемые коллеги, меня зовут Дмитрий, я так по несчастью сложилась, и юрист, и предприниматель, можно сказать, в одном лице, все это мне особенно близко, во-первых, хотел поблагодарить за интересную очень действительно дискуссию, жалко, конечно, что на мой взгляд так немного людей, посчастливилось, надеюсь, что трансляцию смотрят многие люди, у меня вот вопрос следующего плана, на мой взгляд, я вот в двух словах буквально свои суждения выражу, я воспринимаю, возможно, это очень остро, то, что мы здесь обсуждаем, но для меня вот эти поступательные действия властей по уничтожению наших гражданских прав являются как бы личным, скажем так, оскорблением, по сути дела, пощечиной, мне все менее комфортно, скажем так, жить в такой стране, в таком режиме, но при этом чем больше я общаюсь с людьми, как косвенно задевают тему, тем больше я понимаю, что многим людям, как бы странно ни звучало, им наоборот, скажем так, это комфортное состояние, при котором, то есть, они не готовы и по большому счету не хотят бороться за свои гражданские права, вот, то есть, ну, полагая, что это хорошо, что кто-то что-то решает, что есть стабильность, что не Путина, а кто, то есть, мыслить теми категориями, при которых не надо менять, вот, у меня, может быть, такой вопрос, вот, Элена Анатольевна, к вам, может быть, мы потеряли время, которое у нас было, и, может быть, проще теперь было бы законодательно закрепить иную форму правления, демократии, автократию, то есть, быть честным со всем миром, не обманывать людей, вот, и продолжать, ну, то есть, я не могу сказать, что авторитарные режимы, это так уж ужасно, если, ну, люди у нас такие, вот, спасибо, и сколько человек примерно, на ваш взгляд, я понимаю, что вы не социолог, просто очень интересно, примерно, вот, в масштабах нашей страны, способны, в принципе, понять, о чем мы здесь говорим, поддержать, как-то, что-то сделать реально, а вам, в наркотическую иглу Останкино, будет введено другое вещество, не пройдет и двух месяцев, как пелена с глаз спадет, я абсолютно уверена, что минимум 70% населения России, которые сегодня зазомбированы, вот этой самой наркотической иглой, они встряхнут головой и ощутят все то же, что вы ощущаете вы, и на самом деле, перед нами останется только один вопрос, он уже сформулирован и не мной, неприлично жить в стране, где такое происходит, или неприлично, когда в твоей стране такое происходит, это, собственно, выбор каждого из нас, вот Ксения Анатольевна выбирает второй вариант, я где-то между этим и пока не знаю окончательно, хотя делаю все, что могу, не знаю, сколько хватит сил, Настя бьется в судах, Михаил бьется на региональном уровне, Дима пишет об этом и очень честно, будь что будет и делай, что можешь, да, или принимай решение, говори, нет, я не хочу, это тоже достойно абсолютного уважения, а социологии нашей про 86%, ну, я не знаю, что такое верить, но доверять и знать, я знаю, что это ложь, ее просто таковой социологии не существует. Давайте я вас еще немножко вытешу. Кто построил в 60-е годы величайшую инновационную экономику Японии? По большей части. Были те же самые люди, которые в 45-м году кричали бонзай. Кто построил нынешнюю Германию? В значительной части, в значительной части, это были люди, которые кричали, убили еврея. Все меняется, все меняется. Мало того, меняются люди. Чтобы на этом месте какой бы пелена не навязывалась, да, там, говорит, сверху, в тот момент, когда людям предоставляется свобода думать, они отлично почему-то начинают думать. Да, там, говорит, довольно часто они бывают неправы, довольно часто они бывают правы, да, там, говорит, но вообще результат налицо, да, там, те же самые люди могут делать и плохое, и хорошее. Просто, ну, вы попробуйте с ними поговорить, сейчас с ними вообще-то никто не говорит, кроме телевизора. Ну да, когда кто-то... Вчера я в Длинте видела в ФБГ, а вот почему же вы не рассматриваете другую точку зрения, кроме там первого канала? Как? Я еще смотрю НТВ, РЕН-ТВ, телеканал Звезда. У нас последний вопрос, вот во втором ряду, да. Той человек. Здравствуйте, меня Евгений зовут. Я немножко покритикую, на мой взгляд, мы тут обсуждали очень очевидные и всем давно известные вещи, при всем уважении к спикерам. У меня вопрос такой, Дмитрий сейчас прям очень хорошо подвел про Германию и Японию, мне сейчас будет на что опереться. Те же самые люди, которые, казалось бы, после 45-го начали строить Германию, в принципе, те же люди, которые в 18-м, примерно, похожее, что-то пережили, в 23-м в пивной кричали «Дочленд убиралис». Это к вопросу вот о том, что люди могут в одну сторону пойти, а могут и остаться, и может быть комфортно. Соответственно, вопрос такой, это все декларативно, очень хорошо, мы придем, мы дадим людям свободу. Теория игр говорит нам о том, что без обязательства, когда у нас есть вот эта сложная система, и Госдума, и суды, либо это мы меняем всю систему, либо один человек просто в нее встраивается. Как бы он красиво все декларативно не говорил. Вопрос такой, можно ли предложить какой-то механизм, который сделает эту декларацию именно обязательством? То, что вот не просто я приду, я хороший. Я не лично про вас, естественно, я гипотетически, а то, что если я приду и стану плохим, то будет то-то, то-то, то-то и то-то. Спасибо. Безусловно, это очень хороший вопрос, и в данном случае я уже об этом говорила, я скажу об этом еще раз. Лично я считаю, я не знаю, согласится ли со мной наш эксперт Елена, и в общем, наша экспертная панель, это уже мои, так сказать, политические взгляды, они не имеют отношения прямого к нашей дискуссии. Но, коли вы об этом спросили, лично я считаю, что самый правильный путь развития для России это парламентская республика с ограничением президентских полномочий. И в этом смысле мы все знаем, что наша конституция, она описалась в непростой исторический период, как раз достаточно жесткого противостояния парламента и президента. Но при этом в рамках этой конституции она вполне может быть при определенных небольших и не каких-то глобальных корректировках парламентской. То есть это предполагается, насколько я понимаю, в рамках даже существующей конституции. Поэтому, на мой взгляд, крайне важно усилить роль парламента. И это та вещь, о которой я уже говорила, что, ну, если мы, гипотетически, я даже не хотела бы в этом смысле, чтобы никого не обманывать и не лицемерить, говорить лично про себя, потому что я иду с другой повесткой на этой выборы. Я понимаю, что выиграть в этой системе и обыграть казино невозможно. Но можно показать, что людей, разделяющих позицию, что вы нам все надоели, уйдите, их огромное количество. И это не люди, которые придут голосовать за Ксению Собчак, это люди, которые придут голосовать против всех вот этих вот людей. Если показать, что их много, то можно начать эти изменения. Но глобальная цель и глобальные гарантии, которые, ну, лично я бы требовала от человека, который может реально прийти к власти через какое-то время, это гарантия, конечно же, в первую очередь, распуска той думы, которая на сегодняшний момент, на мой взгляд, является вообще нелегитимной, потому что мы все понимаем, мы помним, каким образом происходили эти выборы. И дальше, через усиление роли парламента и уменьшение роли президента в России, выстраивать просто другую систему. В этом смысле я абсолютно согласна. Этот пример Японии и Германии поддерживает и мою позицию тоже. Я абсолютно уверена, что нет никакого плохого русского народа, который чем-то отличается от какого-то народа другого, от итальянского, от французского. Это вообще не так. У нас умные, здравые, хорошие люди, которые понимают и легко могут перестроиться на другую систему. Вопрос в системе. Если система изменится, как она в свое время и в худшую, лучшую сторону менялась в Германии, в Японии, в других странах, изменится и общая ситуация. Как только, ну, мы это видим каждый день с вами. Вы вспомните, еще 7-8 лет назад в Москве мы все говорили о том, что вот русская езда, никого не пропускают на пешеходных переходах и так далее. Это маленький пример. Но как только стали большие штрафы, камеры и так далее, как сейчас чудесно пропускают меня всегда на светофоре, если ты переходишь улицу, все машины. Как прекрасно у нас работает система пропуска, как водители тебе там мигают, говоря спасибо, если ты дал перестроиться и так далее. Как бабушки, которые вчера цикали на нас в музеях и говорили ходить только в тапках по паркету и тихо говорите. Сейчас у нас новые директора в Пушкинском музее, в Третьяковке, те же милые бабушки уже совсем по-другому с тобой разговаривают, потому что их встроили в другую систему, им объяснили, что теперь мы делаем вот так. И та же тетка, которая вчера вам кидала вот так вот булку через прилавок, сегодня, если она будет работать в какой-то сети, где учат, говорит, здравствуйте, спасибо за ваш счет, спасибо большое, хорошего дня, она будет это делать. Это микроуровень, который абсолютно, я в этом уверена, переносится и на макроуровень. Если создать систему, в которой люди понимают, как работают эти демократические институты, как работает, собственно, вся система, направленная на сменяемость власти, как самый важный демократический механизм, через это будут происходить изменения, они будут происходить крайне быстро, поэтому гарантия, это, на мой взгляд, парламентская республика, усиление роли парламента, уменьшение роли президента и публичных обещаний это сделать по приходу к власти, и далее, вот через эту систему, когда коллегиальные решения, когда только общими коалиционными решениями можно что-то менять, станут нормой, а не то, что у нас вот бесконечно задается самый жуткий, на мой взгляд, вопрос, если не Путин, то кто? Потому что сам этот вопрос подразумевает то, что нам просто нужен другой царь, такой же авторитарный, такой же сильный, это со знаком плюс, это со знаком минус, плюсы и минусы расставьте сами, но это все равно такой же вождь, такой же лидер, который просто предлагает свой какой-то курс. Вот это абсолютно гибельный, лично, на мой взгляд, путь, который просто каждый, кто убил дракона, сам станет драконом. Это будет бесконечная, такая вот, такой круговорот, который мы не сможем установить. Ну, тут мы немножко отвлеклись, мы об этом... Я просто готова подтвердить, что из всех постсоветских стран, постсоветских республик, всего лишь несколько, которые не пошли по президентскому пути, и они на сегодняшний день оказываются с теми или иными проблемами гораздо более успешными. Это три Бребалтийские республики, это Молдова, и как ни странно, все проблемы с Майданами на Украине, это были не там народные восстания, а борьба за президентскую или парламентскую форму правления. Поэтому тут мне возразить нечего. Опыт и анализ показывают, что как бы трудна не была парламентская форма, она труднее с точки зрения быстроты принятия решений, она может показать там даже... Ну, бои в парламенте, это нормально, это надо просто их... Надо же посмотреть палату общин британского парламента. Это часть политики. Это часть политики. Да, но она работает. Хотя мало сегодня государств идут чисто по парламентской форме, можно там изобрести некую смешанную, но при безусловном ограничении полномочий единоличной власти. Спасибо большое. Мы встретимся через неделю вновь в нашей дискуссионной линейке. Спасибо большое всем участникам. Спасибо. 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 Спасибо.